Мы видим, что это растение хорошо перезимовало, хорошо раскустилось. Можно говорить о хорошем потенциале будущего урожая. Эти колоссовые – надежда агрария в Тимошевского района. Сорта озимой пшеницы, адель и лауреат выведены кубанскими селекционерами. В агрофирме их выращивают впервые, но специалисты уверены, что они дадут хороший урожай. Как без потерь провести уборочную страду и получить максимальную прибыль, обсуждали сегодня на краевом совещании. В главной кубанской кузнице сельскохозяйственных кадров, аграрном университете собрались ученые, главы районов и агрономы. В этом году, как осторожно выразился губернатор, край может рассчитывать на хороший урожай – больше 12 миллионов тонн зерна. И пока все условия для этого есть. Чтобы оперативно следить за ситуацией и принимать меры с учетом обстановки, Александр Ткачев предложил создать штаб по мониторингу уборочной компании. Сохранить урожай, в закромах получить это зерно – это наивысшая цель. Даже на одном квадратном метре, специалисты посчитали, посевы будут потеряны по одному колоску, вдумайтесь, там шеицы или ячменя, то недобор урожая в целом по краю составит около 200 тысяч тонн. Это урожай примерно Кулькевичского или Калинического района. Поэтому, настраивая технику, настраивая специалистов, механизаторов, мы должны думать о том, что вот резерв, который мы оставляем в поле после уборки. Краснодарский край производит 13% от всего объема российского зерна. Министр сельского хозяйства региона не сомневается, что край и в этом году выполнит свои обязательства перед страной. С уверенностью говорит – соберем как минимум 6 тонн хлеба с гектара. Такие выводы глава Минсельхоза сделал, осмотрев поля лично, изучив данные со спутника. Мы должны в этом году получить только озимых зерновых и зернобобовых серовыми, как минимум 9,2 миллиона тонн. Это вот та планка, которую перед нами губернатор Кубани ставит не единожды. Мы в прошлом году приблизились, но в этом году мы должны сделать рывок с учетом и мер государственной поддержки. Сельхозпредприятия «Края» ждет напряженная пора. Сейчас начинается главный этап работ – жатва хлеба. И от каждого агрария зависит, какие результаты в цифрах получит край в целом и какую прибыль отдельно взятое фермерское хозяйство. Там, где прислушиваются к науке и применяют современные технологии, уже не первый год собирают богатый урожай зерновых. Своим опытом сегодня с коллегами поделился руководитель предприятий из Кавказского района. Александр Самсонов убежден, что при соблюдении всех условий сельское хозяйство может быть вполне прибыльным бизнесом. Если бы не вот этот небольшой бурелом, я думаю, мы бы имели реконный урожай по сравнению с предыдущими годами. Сейчас будет незначительное снижение предполагаемого урожая, но он будет однозначно высоким. За 60 центнеров озимой пшеницы мы получим. О том, как получить хороший урожай, сегодня много говорили ученые. Какие сорта морозоустойчивые и высокопродуктивные. Сколько вносить удобрений. Для многих аграриев это прописные истины, но без них результатов в сельском хозяйстве не будет. Технология воздействия озимой пшеницы начала очень хорошо внедряться и в фермерских, и в больших коллективных хозяйствах. Но я могу много привести примеров. Мы научились выращивать, допустим, сахарную спеклу. Три года подряд 500 с лишним центнеров по краю. Это громаднейшее. 52 центнера получили озимую пшеницу в прошлом году. В то же время все труды пройдут даром, если не застраховать свой урожай от вредителей, болезней и природных капризов. Как выразился губернатор, эта проблема уже набила оскомину. Они и говорят на каждом отраслевом совещании. Но не все фермеры прислушиваются к совету. На Кубани больше трех тысяч крупных и средних сельхозпредприятий. Но из них застраховали свои посевы только 143. Государство готово поддержать аграриев с субсидиями, но и к своему бизнесу фермеры должны относиться серьезнее. Еще один фактор, который тоже может повлиять на результаты жатвы, нехватка специалистов в агропромышленном комплексе Края. Ежегодно дипломы получают более 7,5 тысяч выпускников в вузах и средних учебных заведений. Но в итоге в отрасли остаются единицы. В Крае выпускается всего 600 человек, а трудоустраиваются только 30%. Думайте. Считаю, что пора менять на всем подход. Конечно, привлечению молодых специалистов, мотивировать зарплатой, условиями. Коллеги, я думаю, что думающие руководители, они должны работать очень плотно, не только с наукой, а вот и с вузами. Потому что куда не придешь, слушайте, а у нас уже все кому за 60 клуб, там под 60, а вот некому работать. А мы что-нибудь сделаем для этого, чтобы к нам пришли молодые ребята. Очень близорукая политика. Совещание сегодня хоть и было посвящено растениеводству, Александр Ткачев в очередной раз затронул и тему развития животноводства на Кубани. Эти две отрасли всегда рядом. Одна дополняет другую. Их нужно комбинировать и создавать предприятия полного цикла с собственной переработкой. Пока же большинство сельхозпроизводителей просто распродают зерно. Не задумываются, что прибыльно инвестировать в том числе и в животноводство. И зачастую сами фермеры вырезают все поголовье. Я еще раз обращаюсь к вам. Но почему у нас все те, кто десятилетия работают в аграрном комплексе края, их танком не сдвинешь? Хлопают в ладоши сегодня белгородцы, комплексы Тамбова, Рязани. Они сегодня на наших территориях зарабатывают деньги. А с учетом той прибыли, которая уже есть от свиноводства, реальная прибыль, реально выгодна. Слушайте, они хлопают в ладоши. Спасибо, Кубань. А мы с вами сидим, я уговариваю и рассказываю бесполезно. Я удивляюсь, я поражаюсь, коллеги. Огромные холдинги размещают свои уже склады оптовые, холодильники для того, чтобы нас с вами кормить. Чудовищно. И мы не замечаем это. Молоко сокращаем. Под разными поводами коровы вырезаем. Слушайте, это безобразие. Это просто так нелюбить на свой край и, в общем-то, не разбираться в собственном бизнесе, что не думать совершенно об этом. Очевидно, что работать просто над увеличением урожая уже недостаточно. Надо думать и о качестве кубанского зерна, чтобы оно было конкурентно способным. На мировом рынке цены на зерно растут. А это значит, что у уграриев есть шанс получить в этом году существенную прибыль. Но в то же время важно именно в этом сезоне создать резерв на следующий год. Крестьянам предстоит вовремя провести уборку зерновых. Это значит, будет заложен прочный фундамент для урожая на будущее. Те научные разработки, которые ученые нам внедряют, их надо применять. Мы вчера начали уборку озимого ячмня, 33 гектара в нашем хозяйстве убрали. Хороший результат, 67 центов получили. Уборка готова, техника готова, люди готовы. Я думаю, если все будет нормально, дней за 10 рабочих мы уборку проведем.